крушение подводной атомной лодки вмс сша трэшер военный корабль юсс трэш был главной лодкой своего класса атомных ударных подводных лодок вмс сша и была на то время вторая подводная лодка в штатах 10 апреля 1963 года трэша затонул во время испытаний на глубокое погружение примерно в 350 километрах к востоку от кейп-кот штат массачусетс в результате чего погибли все 129 членов экипажа и персонал верфи на борту это второй по смертоносности инцидент с подводной лодкой за всю историю наблюдений после гибели французской подводной лодки сёрков в которой погибло 130 членов экипажа ее потеря стала переломным моментом для вмс сша что привело к реализации строгой программы безопасности подводных лодок известный как сапсав и первая атомная подводная лодка потерянная в море трэша также была третьей из четырех потерянных подводных лодок с более чем 100 людьми на борту трэша была самой быстрой и тихой подводной лодкой своего времени сопоставимый с меньшим современным классом skipjack у него также была самая современная система вооружения включая пусковые установки для новейшей противолодочной ракеты вмс сша сабрак а также пассивные активные гидролокаторы которые могли обнаруживать суда на беспрецедентной дальности контракт на постройку подводной лодки трэша был заключен спортсмутской военно-морской верфью 15 января 1958 года а ее киль был заложен 28 мая этого же года она была спущена на воду 9 июля 1960 года спонсировалась мэри уордер жена мирового шкипера второй мировой войны фредерик уордер и был введен в строй 3 августа 1961 года под командованием командира дина аксена подводная лодка трэша провела длительные ходовые испытания в районах западной атлантики и карибского моря с 1961 по 1962 год эти испытания позволили тщательно оценить множество новых и сложных технологических особенностей она принимала участие в учениях атомных подводных лодок на сабекс у северо-восточного побережья сша с 18 по 24 сентября 1961 год 18 октября 1961 года трэша в компании с дизель электрической подводной лодкой ковала направился на юг в трехнедельный испытательный и тренировочный поход в сан-хуан пуэрто-рико прибыв туда 2 ноября в соответствии с обычной процедурой в порту ее реактор был остановлен поскольку в сан-хуане не было подключения к береговому электроснабжению резервный дизельный генератор корабля использовался для питания электрических нагрузок гостиницы через несколько часов вышел из строя резервный генератор и электрическая нагрузка была переведена на корабельную батарею поскольку большая часть энергии батареи требовалось для поддержания работы жизненно важных систем и перезапуска реактора освещение и кондиционирование воздуха были отключены без кондиционирования воздуха температура и влажность на подводной лодке поднялись достигнув 60 градусов 140 градусов по фаренгейту примерно через 10 часов экипаж пытался отремонтировать дизель генератор после того как стало очевидно что генератор невозможно починить до разрядки батареи экипаж попытался перезапустить реактор но оставшегося заряда батареи оказалось недостаточно капитан вернувшись на корабль с береговой службы прибыл сразу после того как разрядилась батарея в конце концов команда позаимствовала кабели с другого корабля в гавани и подключила их к соседней подводные лодки ковала которая запустила ее дизели и обеспечила достаточную мощность чтобы позволить трэша перезапустить свой реактор подводная лодка трэша провела дальнейшие испытания и выпустила испытательные торпеды прежде чем вернуться в портсмут 29 ноября 1961 года лодка оставалась в порту до конца года и провела первые два месяца 1962 года с оценкой гидролокатора и систем сабрак в марте она участвовала в нас обекс 262 учения направленные на улучшение тактических возможностей атомных подводных лодок и в тренировках по борьбе с подводными лодками с оперативной группой альфа у берегов чарльстона южная каролина компания трэша провела операции по поддержке разработки противолодочной ракеты сабрак она ненадолго вернулась воды новой англии после чего направилась во флориду для дополнительных испытаний во время стоянки в порту канаверал штат флорида подводная лодка была случайно сбита буксиром который повредил одну из ее балластных цистерн после ремонта в гротоне штат коннектикут лодка трэша отправилась на юг для дополнительных испытаний у ки-уэста флорида затем вернулась на север подводная лодка вошла на портсмутскую верфь 16 июля 1962 года чтобы начать запланированную шестимесячную готовность проверки систем и ремонта и исправления по мере необходимости работа заняла больше времени чем ожидалось и длилась почти девять месяцев корабль был окончательно переаттестован и отстыкован 8 апреля 1963 года 9 апреля 1963 года трэшер под командованием капитана лейтенанта джона уэсли харви отплыл из китери штатмен в 8 часов и встретился со спасательным кораблем подводные лодки skylar в 11 часов чтобы начать свои первоначальные послеремонтные испытания погружением в площадь около 350 километров к востоку от кейп-кот штат массачусетс в тот же день трэшер провел начальное испытание на дифферент всплыл на поверхность а затем совершил второе погружение на половину испытательной глубины подводная лодка оставалась под водой всю ночь и восстановила подводную связь со skylar в 6 часов 30 минут утра 10 апреля чтобы начать испытание на глубокое погружение следуя стандартной практике трэша медленно ныряла глубже двигаясь кругами под skylar чтобы оставаться на расстоянии связи делая паузы каждые 30 метров глубины чтобы проверить целостность всех систем когда трэшер приблизился к своей испытательной глубине skylar получил искаженные сообщения по подводному телефону указывающие на то что незначительные трудности положительный угол вверх попытка взорваться а затем последние еще более искаженные сообщения содержащие число 900 когда skylar больше не получал сообщений надводные наблюдатели постепенно поняли что трэшер затонул к полудню этого же дня 15 кораблей в мф направлялись в район поиска в 18 часов 30 минут командир подводных сил атлантик отправил сообщение на портсмутскую военно-морскую верфь чтобы начать уведомлять членов семьи экипажа начиная с жены командира харви и рэн о пропаже подводные лодки трэшер начальник военно-морских операций адмирал джордж андерсон младший выступил перед прессой в пентагоне чтобы объявить что подводная лодка пропала без вести президент джон кеннеди приказал с 12 по 15 апреля поднять все флаги наполовину в честь 129 погибших подводников и персонала верфи военно-морской флот быстро провел обширные поиски с помощью надводных кораблей и при поддержке военно-морской исследовательской лаборатории с ее возможностями глубокого поиска небольшое акустическое исследовательское судно лаборатории роквилл с уникальным обучаемым поисковым гидролокатором вышло 12 апреля 1963 года в район поиска батискав с системой глубоко буксируемых камер и персонал позже с некоторым успехом работали с джеймсом гиллисом обнаружив обломки которые как позже подтвердили принадлежали трешеру в момент обнаружения батискав триезд был поднят по тревоге 11 апреля и доставлен из сан-диего в бостон он был задействован для двух серий погружений в поле обломков первый проходил с 24 по 30 июня а второй с конца августа до начала сентября так как для полного изучения гибели подводной лодки глубоководного поискового аппарата было недостаточно и было приобретено в конце 1963 году мазар на эту машину устанавливали различные виды поисково обнаруживающее оборудование для исследования гибели подводной лодки трешер мазар отплыл 25 июня 1964 года чтобы начать глубокие поиски и нашел затонувший корабль в течение двух дней разбитые останки корпуса трешера лежали на морском дне на глубине около 2600 метров в пяти основных частях большая часть обломков распространилась на площади около 134 тысяч квадратных метров были обнаружены основные части трешера включая парус гидролокатор носовую часть секцию инженерных помещений секцию операционных помещений и кормовые плоскости к 22 июля большая часть погибшей субмарины была сфотографирована глубоководная фотография обнаруженные артефакты а также оценка конструкции истории эксплуатации трешера позволили следственной комиссии прийти к выводу что подводная лодка вероятно потерпела неудачу в соединении системы трубопроводов соленой воды которая в значительной степени зависела от серебряной пайки вместо пайки сварка более ранние тесты с использованием ультразвукового оборудования выявили потенциальные проблемы примерно с 14 процентов протестированных паян их соединений большинство из которых не представляли достаточно значительного риска чтобы требовать ремонта но 30 ноября 1960 года почти за три года до катастрофы в подлодке усачь во время учений произошел такой отказ соединения серебряной пайки на глубине испытаний в результате чего машинное отделение было затоплено примерно 18 тоннами воды за три минуты которым потребовалось всплыть под нагрузкой и со взорванными баками за этим инцидентом несколько месяцев спустя последовали другие отказы при пайке серебром в аврааме линкольне во время испытаний разбрызгивание воды под высоким давлением из сломанного стыка трубы могло привести к короткому замыканию одной из многочисленных электрических панелей что привело к остановке реактора что в свою очередь привело к потере тяги позже невозможность продуть балластные цистерны была приписана чрезмерной влагой в баллонах с воздухом высокого давления подводные лодки влаги которая замерзла и закупорила протоки баллонов при прохождении через клапаны позже это было смоделировано в ходе испытаний в доках родственной подводные лодки трэша теноса последующее изучение данных системы звукового наблюдения с момента инцидента породила сомнения относительно того предшествовало ли затопление аварийному останову реактора поскольку на приборе не было зафиксировано ударных звуков воды высокого давления в отсеках подводные лодки такое затопление могло вызвать значительное звуковое событие и в зарегистрированных данных не может быть найдено никаких доказательств этого в то время считалось что трэшер вероятно взорвался на глубине 400 610 метров хотя акустический анализ 2013 года пришел к выводу что взрыв произошел на глубине 700 30 метров военно-морской флот сша периодически контролировал состояние окружающей среды на том участке после затопления и сообщал о результатах в ежегодном публичном отчете о мониторинге окружающей среды для военно-морских атомных кораблей сша в тех отчетах представлены результаты отбора проб отложений воды и морской флоры и фауны которые проводятся для того чтобы установить оказал ли ядерный реактор подлодки трэшера значительное влияние на глубоководную среду океана практически все протоколы следственной комиссии остаются недоступными для общественности в 1998 году в мс начали их рассекречивание но в 2012 году решили что не будут публиковать их в феврале 2020 года в ответ на иск военного историка джеймса броянта по закону о свободе информации федеральный суд обязал в мс начать публикацию документов к маю 2020 года 8 апреля 2013 года брюс рул ведущий акустический аналитик управления военно-морской разведки сша более 42 лет опубликовал свой собственный анализ данных собранных статей в navy times основал свой анализ на данных соузас которые были строго засекречены в 1963 году не обсуждались на открытом заседании следственного суда и не были обнародованы на слушаниях в конгрессе капитан вмф в отставке и бывший командир подводные лодки того же класса что и трешер ссылаясь на выводы рула призвал правительство сша рассекретить данные связанные с затоплением лодки и представил альтернативную последовательность катастроф основанную на акустических данных рул пришел к выводу что основной причиной затопления стал отказ электрической шины питающей главные насосы охлаждающей жидкости согласно рулу данные соузас показывают что после двух минут нестабильности электропитания в 9 часов 11 минут силовая шина вышла из строя в результате чего отключились главные насосы охлаждающей жидкости это вызвало немедленные аварийные остановку реактора что привело к потере тяги анализ рула утверждает что затопление будь то из соединения припаяного серебряным припоем или из любого другого места не сыграло никакой роли в аварийном останове реактор или его затопление и что подлодка трэшер была цела пока не взорвалась в дополнение к данным соузас которые не фиксируют никаких звуков затопления экипаж подлодки skyline сообщал о том что слышал какой-либо шум похожий на наводнение несмотря на то что на испытательной глубине даже небольшая утечка произвела бы оглушительный рев кроме того предыдущий командир трэшера показал что он не назвал бы затопление даже из трубы малого диаметра незначительной проблемой правило интерпретирует сообщение 900 от подлодки трэшер в 9 часов 17 минут как ссылку на глубину испытания означающую что трэшер был на глубине 270 метров 900 футов когда следственная палата представила свой окончательный отчет она рекомендовала в мс внедрить более строгую программу проверки конструкции и проверок безопасности во время строительства эта программа запущенная в декабре 1963 года была известна как сапсав с 1915 по 1963 год в мс сша потеряли в общей сложности 16 подводных лодок из-за небоевых происшествий с момента создания сапсав и только одну подводную лодку постигла подобная судьба и это был юсс скорпион затонувший в 1968 году по неизвестным до сих пор причинам и и Субтитры создавал DimaTorzok